Всем привет! Не так давно я побывал на спектакле Театра наций «Иванов» по пьесе Антона Павловича Чехова, но в сценической редакции театра и режиссера Тимофея Кулябина. На сцене звездный состав. Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская, Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин. И очень не люблю употреблять это слово и другие, так как эти менее известные другие актеры также играли очень хорошо. Поэтому перечислю их также. Наталья Павленкова, Дмитрий Сердюк, Александр Новин, Марьянна Шульц, Ольга Лапшина, Алексей Калинин, Илья Оршанский. Первое, что хотелось бы отметить. Это очень правильный, на мой взгляд, подход к материалу более чем столетней давности. То есть показаны не герои конца 19 века, а наши современники с уже нашими современными проблемами. Я всегда приветствую такие режиссерские редакции старых пьес, будь то Александр Островский или даже сам Уильям Шекспир. Людям всегда интереснее видеть самих себя, свое окружение и свои реалии, а не в лупу рассматривать прошлое, которое их совершенно не задевает. Режиссер и актеры показали переживания современного человека, предпринимателя, попавшего в капкан финансовых проблем, и на которое наложилось еще и исхождение на нет любви к собственной жене, больной раком. И отсюда мучающий его комплекс вины перед женщиной, посвятившей ему всю свою жизнь, несмотря на неодобрение своих родителей, так и не простивших ей уход из семьи, к человеку другой веры и социального положения. Я не буду пересказывать сюжет спектакля, скажу лишь, что события, развивающиеся на сцене, держат зрителя в постоянном напряжении и вызывают массу эмоций, от одобрения и смеха до осуждения и слез. Это не первый репертуарный спектакль, который я смотрю в Театре наций, но каждый спектакль, который мне довелось посмотреть, вызывает у меня восхищение и игрой актеров, и режиссерской работой. Рекомендую сходить, не пожалеете. Но, глядя на страдания главного героя, бизнесмена, я, как предприниматель с 25-летним стажем, прошедший через разные, тяжелейшие ситуации, хочу сказать следующее. Чехов в конце XIX века показывал душевное страдание русской интеллигенции, непонятно от чего страдающей, но в большей степени страдающей от собственного безделья. В этой редакции пьесы главный герой также страдает и сам не может понять от чего, постоянно вслух задавая себе эти вопросы. Спору нет, его страдания вызваны массой проблем, но, на мой взгляд, взгляд современного человека и предпринимателя, главная причина его страданий – это не высокодуховная организация его души, а неуспешный, убыточный бизнес, нарастающие долги и невозможность обеспечить достойную жизнь и лечение своей жены. Все остальное только накладывается на это. Вот такие вот мои мысли вслух. Может быть, я не прав. Разубедите меня в этом. А пока всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок